Девушки отдыхают Мужчин в патриархальном обществе сохранялось примерно шесть-семь тысячелетий и сегодня существует в слаборазвитых странах и среди беднейших классов. В более развитых обществах геремония мужчин постепенно теряет силу, так как одновременно с ростом уровня жизни общества увеличивается эмансипация женщин. Мы не ушиблись. Нет, спасибо. Все в порядке. Смотри, как ты брюки испачкала, а? Ну что ж ты на мужиков-то засматриваешься? И вот результат. Посмотри, вся грязная, выпачкалась, вымазалась, а он и думать-то о тебе забыл. Как всегда. Вообще-то я никого не засматривалась. А им ведь какие нужны? Молодые, красивые. Ну и чтоб ноги от ушей. А нам с вами? Куда уж. Ай! Настасья Петровна, да. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Оленька. Я вашему Фильке косточек оставила. Ловите. Спасибо. Не за что. Ну, а как твоя бегония? Вот. Ну надо же. Ну да, как цветет. Как это у тебя получается? Надо тебя с моим племянником познакомить. Ой, телефон. Зараза. Ой, Лиза, это я не тебе. Прости. А, да. А, о боже, это же сегодня. А, да. Ну это. Да, я сейчас бегу. Бегу, все, пока. Давай. О, здравствуй, Вадим. Очень мило. Знаешь, я тороплюсь, у меня летучка. Я знаю, Вероника. Нам надо поговорить. Терпеть не могу всех этих разговоров, и ты это знаешь. Я просто хочу все объяснить. Я знаю, что виноват, что не сказал с самого начала. Но иначе у меня не было бы шансов. У тебя их и сейчас нет. Я знаю, что ты сертишься. Знаю. Но поверь, она не значила для меня ничего. Абсолютно ничего. А вот это хуже всего. Я люблю тебя. Боже, опять. Ну, пожалуйста, возьми хотя бы цветы. Знаешь, у меня нет ни свободных вас, ни свободного времени для таких, как ты. Послушай, это просто жестоко. Можно я хотя бы подвезу тебя? Можно. Только в качестве прощального подарка. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно, ты здесь Конечно, уже одиннадцать и ничего, как всегда, не началось Звонил Володенька Сказал, что у главреда какая-то новая идея Опять Уже мы живем, как на вулкане Представляешь, что сейчас начнется Свиста всех наверх А, срочно, горим И что в итоге? Твоя статья Моя статья Ну, Лёлька, конечно, еще что-нибудь там разбавит Своими пенокотами, пиццами, пастами Все, все остальное Можно просто смело Мусорное ведро Я вообще, честно говоря, все бы эту братью Разогнала А не зазывала бы их на летучке А где все? Что? Ты что-то сказала? Да, привет, говорю Привет Где все? Так на месте А ты? Так, пять минут двенадцатого Ну, согласно многолетним наблюдениям Средняя величина опоздания главного редактора Восемнадцать минут Возможно, сезонные колебания Но никак не меньше восьми Так что у нас есть еще полторы минуты Я, кстати, уже два абзаца написала Уж куда полезнее, чем слушать глупую болтовню Володеньки У тебя новый букетик? Не говори Такая скука Честно говоря, прям завидую простым женщинам Прости, каким женщинам? Обычным женщинам Есть у вас какая-то свобода Выходите из дома, никто к вам не пристает Не приносит эти дурацкие веники Даже не представляешь, насколько это здорово Когда ты идешь по улице, а все смотрят мимо тебя Как будто бы ты в шапке-невидимке швей О, да, нам везет Какая-то мрачная сегодня Зато ты прекрасно выглядишь Да, да, Лиза, я бегу уже Руку обожгла, да А? Хорошо, я возьму, да Да Никого, понимаете? То есть народ реально не понимает Ходят, смотрят этих, как их там? Мишек в сосновом бору Люди, одумайтесь, рядом с вами живет и творит гений О, нет, я тогда совсем не смогу работать Можно подумать, вы когда-то могли Так что за гений? По шуткам, что ли? Вы были, да? Зря время потратила Если он гений, то я королеву красоты Вы меня убедили Вот и я говорю Все эти новомодные сюрреализмы, супрематизмы, однодневки А мишки эти, которых вы так презираете Висят тебе в музеях И еще тысячу лет будут висеть Потому что настоящее искусство Шишкин Вообще-то, мишек на картине Шишкина дорисовал Санецкий Это знает даже среднестатистический школьник Коллеги, добрый день Добрый день Добрый день Ну что ж, начнем, пожалуй Кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс-кс-кс Ты откуда такой, а? Грязненький какой Привет Меня лично эта тенденция очень пугает У нас что, появились конкуренты? Нет, у нас нет конкурентов Наш журнал не читает, потому что мы скучные, вялые и кислые Мы перетираем одни и те же темы Модные тенденции, немодные тенденции, звезды, звездульки и так далее, и так далее, и так далее Нужна новая тема, нужен замах Кто наша читательская аудитория? Женщины, значит, о чем нужно писать? Ну, о чем, о чем? О тряпках, о котиках О мужчинах Правильно В самую точку И поэтому наш сентябрьский номер будет спецпроектом Тема, чего хотят мужчины Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Анна Кузьминична Здравствуйте Я же вам мазь принесла, как обещала Забудете о своем радикулите Волшебное Доброе утро Здравствуйте Действительно, сколько можно? Вокруг один гламур Бабские темы не приносят уже былого успеха Вот и прекрасно Предлагаю Сентябрьский номер отдать авторам-мужчинам Целиком А то каждый месяц у нас одно и то же Паховова, Ланская, Пышненко Паховова, Ланская, Пышненко Ну, легка на помине Я, я прошу прощения Пирожки поставила, ну не бросать же Допекла и сразу сюда Вот, угощайтесь Горяченькие О, хозяшка Какая хозяша Вы что, совсем, а? Что здесь, кухонные посиделки? Вы обалдели? Ну, остынут же С капустой, Михаил Михайлович С капустой, да? Угу А меня вот интересует мнение Госпожи Пахомовой Ну, она, конечно же, не хочет Не зайти до нас беседой Михаил Михайлович, если вы забыли Августовский номер Сдавать на следующей неделе Вершинин не в материале Арефьев не в теме Соколовский Такое Вы мне, конечно, извините Но в этом журнале я и швец И жнец, и на дуде игрец Раз только что кроссворды не составляю И то, я думаю, временно Так что простите меня, пожалуйста Мне работать надо А не разговоры разговаривать Будешь разговоры разговаривать И выброси все свои песольки в корзину Никто их не читает Так, значит Отлично Могу выбросить Могу и сама выйти Лиза Работайте без меня Приятного всем аппетита Лиза Сядь Сядь, я сказал Пятнадцать полос и я могу за ночь написать Особенно, если у нас никто писать-то не умеет Мне голова твоя нужна Идеи Слышишь, Лиза? Слышу, Миша Не глухая Когда не в наушниках Ну, давай Чего? Хотят мужчин Так что проблема В нас, конечно Мы не любим думать Самостоятельно думать Вместо того, чтобы менять что-то Внутри головы Женщины Занимаются ей снаружи Завевают кудри Губки силиконом обкалывают Штукатурится И всякое такое Потому что искренне верят Что идеал мужчины Красивая кукла Но на самом деле Мужчине нужна Умная женщина По крайней мере Умному мужчину Своеобразная версия Своеобразная Да, а уж Остается только понять Почему же эти умные женщины С завидной регулярностью Остаются на бабах Не попало Понимаю, куда метила Но не попало Что касается меня То я просто люблю бобы Гораздо больше, чем мужчины Бобы они не раскидывают Носки по квартире Не храпят по ночам И не выпивают Твой любимый ликер И если бы мне вдруг захотелось Ну, скажем Для эксперимента То я бы уже сто раз Вышла замуж Резюмирую Мужчины обожают поговорить И никогда не променяют Умную собеседницу Ни на кого Что сказать Браво Но спешу тебя уверить, Лиза Что мне Достаточно просто Пройтись мимо мужчины Чтобы он забыл О любой собеседнице Даже такой умной Все почему? Потому что мужчины Любят красоту Это не так банально Как кажется На первый взгляд Вот Результатное лицо Лансика Ну-ка, срезай со стола Давай Срезай Так А это что такое? Это у меня Это у меня Вот подобрала Я его после леточки Домой отнесу Можно? Ну что же Давайте послушаем Ольгу Пашненко Жги Дело тут совсем не в пирожках Девочки, извините Но, понимаете Мужчины могут вами восхищаться Могут влюбляться в вас Но жить они хотят С простыми женщинами Которые пожалеют Которые не требуют От них каких-то подвигов А будут просто любить И заботиться Ну и борщ, конечно, сварят Да, и у такой женщины Не будет конкуренток Все правильно, Пышечка Все правильно Я бы сам на тебе женился Если бы у Жени вляпался А вот предложение Пахомовой Я считаю продуктивным В смысле Предлагаете нам вместо работы Мужиков и хмурят Именно Не вместо работы А в качестве работы Предлагаю так Месяц творческого отпуска Каждый Класс Ух ты А что, можно на работу не ходить, да? Тестируйте свои стратегии Ну, считайте, что это редакционное задание А потом через месяц встретимся здесь И у кого будет больше женихов Тот и выиграл А женихов как? Сюда заводить? Или в комнату для входящей корреспонденции? Ну, конечно же, проводить никого не нужно Принесите эти самые кольца А если нужно проверить То мы позвоним, спросим Гражданин Петров Согласны ли вы взять жены Ну и так далее, так далее по тексту Вот секретарь будет обзванивать Представится, что из свадебного салона Ничего не волнуйтесь Мы найдем, как проверить А в чем смысл? Ну, допустим, принесу я килограмм Этих колец из самоварного золота И что? А, мы переплавим их на медали Тот, кто выиграет Напишет центральную статью Плюс Получит премиальный фонд за полгода Подождите, подождите А как же все остальные? А остальные давно уже не заслуживают никаких премий Еще интересно И еще мы напечатаем подробный отчет Об эксперименте в журнале И это же бомба Это же реалити-шоу И этот журнал точно раскупят за два дня Понятно Раз уж премия в любом случае у нас Прилагаю делать ставки Я за Олечку Ну, товарищи мужчины, давайте, давайте Мы же знаем, чего мы хотим Чего хотят мужчины? Красоты, умных разговоров Или пирожков с котятами Голосуем Делайте ваши ставки Проигравший заказывает пиццу И шампанское На всех Михаил Михайлович, а вы сами Не желаете участвовать в споре титанов? Я знаю ответ, поэтому мне неинтересно Да что вы говорите Какой дешевый трюк Хорошо Вот ответ А через месяц проверим Все, все свободны Эксперимент начинается Время пошло Ой, девочки, ну что? Кажется, у меня очередной отпуск намечается Это отлично Это не отпуск Это задание Лиза, я тебя умоляю Сейчас поверишь, что всерьез Да у тебя прозрение Так, подожди Ты хочешь сказать, что ты это не в шутку? Ты на самом деле Рассчитываешь выиграть Ну, Лиза, зачем ты так? Подожди Во всяком случае, планирую обороть Лиза, ты на меня обиделась, а за что? Ну, это медицинский факт Красивых всегда любят В них всех влюбляются Ты умная А Уля Вообще, наше сокровище Обоживая Я тоже тебя люблю А, ты и за Вадима, ну конечно Ну, я не знала А как только узнала Между нами сразу все закончилось Честно, честно Пожалуйста, Лиза Ну, Ника, я забрала твои цветы Они такие красивые Забери, пожалуйста Да бери, бери, бери Бери цветочки Если ты действительно думаешь, что кому-то нужна всерьез Девочки, ну Лиза, ну ты зачем так? Она же обиделась Ничего Она быстро утешится Настасья Петровна Смотрите, кто у меня есть А, ты же сейчас пойдешь ко мне И посмотри, что у меня есть А что? А что? Протечка Весь потолок в разводах Обои отошли И венгерский шкаф окорубился Ой, представляешь? Ой Все пальцы себе пообдираю Ой, какие безответственности Ой, мамочки Это же ремонт придется делать, деточка Я понимаю Настасья Петровна, простите меня, пожалуйста Петровна, я заплачу, правда Я сейчас зарплату получу А мне еще премию обещали Я заплачу Ой, не ожидали мы с Филей Что ты такого дожила Простите, пожалуйста Ну, спасибо тебе большое Даже не знаю, что бы я делала без тебя Да, быв местный Конечно Я не то имела в виду Нет, я просто не люблю ютиться на пяти метрах Ну, не знаю Может быть, когда-нибудь Все, ладно Еще раз спасибо Пока Пока Ну что, Лизка, война Ну, держись Вот, таким образом У меня все шансы на победу Лиза, ну-ка посмотри на меня Ты какая-то взвинченная Что с тобой? Это правда просто конкурс? Это не конкурс Это дуэль О, в прежние времена Мужчины дрались на дуэлях за женщин Ради такого, как этот Вадим Не то, что на дуэлях Пап, ну хоть ты-то не начинай При чем тут Вадим? Я уже давно забыла о нем Ну, а тогда что? То, что было много тысяч лет назад Вечный женский спор Красота против интеллекта Суд Бориса Помнишь, кому досталось яблоко? Афродите Вот С тех пор так и пошло Красивым достается все самое лучшее На самом деле Афродита просто схитрила И если бы Афина не ловила ворон Все могло бы быть иначе А ты хочешь наверстать упущен Вот именно, папа Чего ты смеешься? На самом деле это партия века Ну, как если бы тебе предложили сыграть Скарпову и Алехину одновременно Моя стратегия заключается в том Да я понял, понял Ты считаешь, что мужчины Сто процентов предсказуемые существа Ну, не все, конечно Ты мое прекрасное исключение Правильно, доченька Лезть не бывает грубой Лиза Ты слишком умная женщина Ключевое слово здесь слишком Слишком умная женщина Все равно, что дура Ошибки совершает те же Только по другим причинам Ничего подобного К моим годам Дура была бы уже два раза замужем У нее неуправляемый сын подросток И полное отсутствие жизненных перспектив А у тебя Отец-инвалид Работа, которую ты давно переросла И полный набор иллюзий По поводу половины человечества Доченька, это то же самое Только выглядит по-другому Ничего страшного, папочка Я надеюсь Получу премиальный фонд И на эти деньги Мы наконец сможем сделать тебе операцию В лучшей клинике Где-нибудь в Германии Лиза, ты опять? Преображенский сказал Что это может помочь Так, без пяти Да ты что? Ой У тебя же в девять партия Да Удачи Она мне не понадобится Я этого так называемого чемпиона Сделаю за пятнадцать ходов Даже если буду пьяный в хлам Старый хвостун Обожаю тебя Где тут этот чемпион? Дуэль, говорите Ну, ваш выстрел Поздно приехал Упустили клев Да ладно Нам хватит Сейчас и в сумерках Клева нет Рыба шугливая стала Развелось вас, дачников Будешь? Не-не, спасибо Раньше я бывало Так и таскал карася Вот в этой ряске На мормышку с кивком Да ладно Летом и на мормышку А чтоб ты понимал Да, вот летом Слушай, Михалыч А чего это я тебя никогда с бабой Не вижу Жениться когда будешь Ладно Ты прав, Михалыч Баба, она Как-то С ней проблема Вечно у нее эти Фантазии То и ремонт То и Деньгу То и концертер Вечно ей чего-то Не хватает О! 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 А что ты думал Вот Для вас самый прекрасный номер Замечательный вид на море Ой, спасибо Очень любезно Завтрак у нас с 7 до 9 Ой, так рано Ну ладно Я все равно не завтракаю Обед у нас с 12 А ужин до 21 Кстати, я на завтра записал вас на прием к врачу Ой, а это еще зачем? Ну как, мы же санаторий Нужно составить план лечения Назначить процедуры Процедуры Ясно Нет, ни к чему Я же приехала отдохнуть Ну и поработать заодно В данном случае, надеюсь, это будет тогда я тоже Давайте так Я вас запишу, а вы решите, идти или нет Ну ладно, хорошо На каком этаже мой номер? На втором Ваш чемодан уже там Да, спасибо Ты сказала, ужинаете со мной? Простите, я пошатила Михаил Михаилович, какие люди! Давно вас не было Леночка, доброе утро! Доброе! Работа, знаете! Вот лето заканчивается, а я пыль глотаю Вот на вечерок заехал и обратно Так вы в город? Там А меня случайно не подбросите? Да с превеликим удовольствием Леночка, вы это утро сделали еще светлее Ой, да ладно вам Михаил Михаилович А что же вы себе нормальную ванну-то не сделаете? Все как в каменном веке Все удобства на улице Вот захотите к себе женщину позвать Она не одобрит Вот вы и разгадали мой стратегический план Вот это все, вот это моя территория, понимаете? И не дай бог какой-либо женщине она понравится Ой, ну ладно Я побежал переодеваться И через полчаса как штык Вы меня подождете? Не торопитесь, я за вами заеду Ну, хорошо Вась, ну что? Какие у нас увлечения? Домашнее хозяйство? Хотя нет, все подумают, что я какая-то тетя в буклях, да? Давай, давай напишем кулинария Так, садись сюда Ай, ну ты посмотри, что ты написал Кошмар какой-то Пойдем, я тебя покормлю Ай, ну ничего себе Вася, может это судьба? Ну вы даете Отпустили их на месяц? Прямо целые исследования будете проводить? Ну нет, нет Чудно Послушайте Ну ведь все знают, чего хотят мужчины Неужели? Ну вы рассказываете Ну мы не здесь же Мы можем встретиться в более подходящей обстановке Да? Да Знаете, а я не против Нет Доброе утро Ой, ну зачем ты опять? Я мог бы сам Мне приятно, ты же знаешь Тем более, сам ты опять бутерброды хватать будешь А лишний вес тебе ничего Папочка, смотри Это отвар Бррр Тут таблетки на весь день Все разложено по ячейкам До еды, во время, после Не забывай, хорошо? Да-да, конечно Доктор просил не пропускать Обед в холодильнике Да-да, конечно А ты куда? Ты же в отпуске Это не отпуск, это редакционное задание Я на разведку Так что раньше вечера не жди Не хочу тебя учить, доченька Но ты в таком виде собираешься на редакционное задание? Именно в таком, папочка И краситься, как я понимаю Ты тоже не собираешься? Ни в коем случае Внешняя красота, стратегия Вероники Я на этом поле ее не переиграю А какова же твоя стратегия? Ну ты знаешь, почему Лев такого невыразительно пыльного цвета А акула такая серая Хищнику нужна маскировка Чтобы сливаться с ландшафтом Ну беги, беги Хищница Международный турнир в Браге Будем здоровы Международный турнир в Браге Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ой, господи, какая красота! Вы прям с языка сняли! Вы меня напугали! А вы меня шеломили! Константин! Вероника! Очень приятно! И мне! А знаете, Вероника, а может, поужинаем вместе, а? Кажется, это будет проще, чем я думала. Не понял? А, нет, ничего не берите в голову. Значит, восемь внизу. А как здесь принято одеваться на ужин? О, нет. Тут это не для вас, уверяю. Мы поедем в другое место. В замечательный ресторан. Одеваться вам можно как угодно. По-моему, в этом платьице вы выглядите просто божественно. Глупости. Ладно, мы обо всем поговорим за ужином. Тогда до встречи. До встречи. Пока. Пока. Ой, скука-то какая. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ника, привет! Ну что, ты уже приступила к своим боевым действиям? Слушай, ну, ты знаешь, я бы сразу сдалась, но раз Ильин сказал, что это эксперимент... Слушай, а что с нашей Елизаветой, а? Оль, ты меня знаешь, я больше суток обижаться не умею. Я сейчас ей звоню, чтобы извиниться. Она, представляешь, меня сбросила. Я не знаю, я не стала ей звонить, подумала, пусть остынет и... Ну, правильно, пусть остынет. Ник, ну ты тоже хороша, сказала про бабы и вообще. Ой, Оль, я тебя прошу, хоть ты меня не лечи, ладно? Просто у нашей Лизы синдром отличницы, ей же везде надо быть первой. Ну, пусть проиграет разок. Алло, алло, Ник. Ника, я тебя не слышу. Алло, Оль, я же не в городе. Что? Что? Может, запишешь мой адрес на всякий случай? А, я поняла. Да, сейчас, давай. Михаил Михайлович, можно? Да. Пахомова звонила. Просила передать вам флешку. Для номера все готово, все материалы. Фотоматериалы тоже здесь, в отдельном файле. И очень просила, чтобы верстала Галя. И когда она успела? Я была здесь в девять, флешка уже лежала в обходящих. Ну, вы же ее знаете. Корректуру отдавать? После Лизы не утруждай себя. Сразу Галя отдай. Завтракать будете? Да, дорогая, сделай мне, пожалуйста, овсяную кашку из пакетика. Опять? Да, не говори, нету жизни с этой язвой. Сами виноваты. Пишите 90-60-90. Вот и, пожалуйста, получите. Вот, работать как часы. Вот так, вот так руками надо делать, чтобы там все работало. Все от кишечника. Послушаем. Девушка, девушка, простите, девушка. А мы с вами нигде не встречались? Нет, мы с вами нигде не встречались. Но можем встретиться. Да ладно. Вот такой июль счастливый месяц. Запишите телефон? Давайте. Восемь? Пишу восемь. Пишу восемь. Здравствуйте. Один билет, пожалуйста. Добрый день. Вам на основную экспозицию? Да. 350 рублей, пожалуйста. Ой, а вы знаете, у нас послезавтра новая выставка открывается. Не желаете посетить? Нет, спасибо. Мужчина, вымирающий вид. Как вы сказали? Мужчина, вымирающий вид. Так выставка новая называется. Интересно. Надо будет посетить. До свидания. До свидания. Мужчина, вымирающий вид. Мужчина, вымирающий вид. Какой колорит, не правда ли? Правда-правда. Переливание солнечного света, как у Клода Лорена. Француза, приехавшего в Италию. Совершенно верно. Я смотрю, вы разбираетесь. Я… Сейчас такая редкость. Ну что ж, не буду мешать, просто приятно видеть ценителя. А… Замечательно. Я, прошу прощения, я боюсь, так сказать, показаться назойлю, но я… Я действительно в этом всем кое-что понимаю. Мстислав Мстиславович Горбенский, доктор в спустоянии. Лиза. Очень приятно. Лиза, а не хотите составить мне компанию в этом маленьком путешествии? Я скажу, что по правде здесь немного шедевров, но есть кое-что замечательное, знаете. И мне будет очень приятно разделить с вами свои впечатления и наблюдения. Ну? Кажется, мне очень повезло. Нет, что вы, Лиза, я вам покажу сейчас картину… Лиза. 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 Вы же Артем? Здравствуйте, я Оля. Нет, извините, вы ошиблись. Как? Подождите, ну, я вас узнала, у вас же фотографии в профиле есть. Вы мне тоже прислали фотографию, но… Она не похожа, извините. Ну, знаете, ваши бицепсы тоже не очень похожи. Простите, просто мне кажется, что внешность – это не главное, главное, что у человека внутри нет. Знаете, Оля, ну, у вас внутри много чего это видно. Тортики, булочки, пирожки, орешки, да? А вы не очень тактичный человек. Ну, знаете, правда, она такая горькая, но справедливая, это вам. Возьмите. Берите, берите. Всего хорошего. Красиво. Так вы, Лиза, говорите, что натюрморт из Сезанна несъедобный. Абсолютно. Ну, ладно, Сезанна, но даже голландцы. Вам что, всерьез хочется откусить от всех этих окороков, ежевичных пирогов? Ну, конечно. Лиза, Лизонька, да вообще, когда я смотрю на все эти световые блики, на винограде, на смородине, у меня просто… Слюнки текут. Да, правда. Хотя в жизни, честно говоря, я не люблю ни то, ни другое. Наверное, когда вы смотрите на Кустодиевских женщин и на Байрин де Гао, у вас тоже слюнки текут. Хотя в жизни вы ни то, ни другое. Это просто трюк. Художник рисует не женщину и не пирог, а свой аппетит. Лизонька. Питая-то, на самую suite я уверен, так это надо. И это судьба! Как правило, и я не знаю, что ж. Да нет! Я не знаю, что ж. Я не знаю, что ж. Я не знаю, что я имею в виду, что они даже планируются с другой баллами. Я не знаю, что ж б résultи. Я не знаю, что ж. О, что ж, я не знаю! На самом деле, человечество всегда этого боялось. Как только мы задумались о постиндустриальном обществе, мы испугались. Даже в матушке природе человек доверяет больше, чем себе. Лиза, какая прекрасная мысль. Такой прекрасный вечер. Лиза, извините, чутку. О, девушка. Это всего лишь задание. Соберись. Соберись. Еще вина? Да, можно. А ты, я смотрю, совсем не пьешь, да? Ну, почему? В обычной жизни пью с удовольствием. А в твоем обществе я пьян без вина. Это вам. Ой, 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 Костя, да куда? Мы же от не съедим. Комплимент от шеф-повара. А? А? Выпей. Ну, твое здоровье. Спасибо. Здрасте. 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 Ой, здрасте. Дорогая, вот я позволь тебе представить. Это наша Елизавета Николаевна. Я тебе говорил? Нет? Да. Так это наша уважаемая коллега из Нижнего Новгорода. Да, интереснейшее исследование по раннему Пикассо. Приехала на школу буквально на пару дней. Просит меня оппонировать, произносить ее диссертацию. Да? Добрый вечер, Елизавета Николаевна. Вы знаете, я тоже очень люблю Пикассо. Пикассо. Терпеть не могу. Ну, как же. Извините, мне пора. У меня поезд в Нижний Новгород. Лизонька. Лизонька, бога ради, погодите. Лизонька. Ну, что, Лизонька, простите. Как-то, знаете, неловко получилось. Надюша, она просто, ну, как с неба сулилась. Неудобно как-то вышло. Ну, знаете, иногда ведь лучше соврать. Прекрасное замечание. Да. Только при чем тут я? Простите, в каком смысле? Ну, если вам нравится обманывать свою жену. При чем тут я? Почему я должна в этом участвовать? Простите, я не понимаю, но вы ведь сами ко мне подошли. А как я должна была понять, что вы женаты? Кольца у вас нет. Да, но вы ведь умная женщина. Как-то не помогает. Видимо, мужчины умом не постигаются. Всего хорошего. А... Бегите к своей Наденьке. Костя, а? Да. Да. Ну, да. Подожди. А-а-а. Сейчас, секунду. Не надо, здорово. Не за одну секунду, ладно? Вероника. Вероника. Кость, до завтра. Почему? Ну, потому что режим покоя и отдыха подписан главным врачом Северским. Надо соблюдать, ничего не поделаешь. Вероника, ну какой Северский? Ну открывай, пожалуйста. Ну, Вероника. Кость, ты пока. Вероника. Так целый месяц. Какой-то ужас. Девочки. Кажется, у вас совсем нет шансов. Естественный месяц. Девочки pearls поucинялась. Он отправил на32- Halofá жителей. Скнули смотреть по ссылке. Мы оставляем до двух дней в различных зонах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это кто-нибудь! Помогите! Да ну! А-а-а! Да ну! Помогу! Помогите! О, Боже! Держитесь! Держитесь, я пойму! Разрешите? Ну, что, доктор, что с ней? Так, санчасть ее несите ко мне! Ага. Да, сейчас. Ну-ка, даже осмотрелись! Девушка, ну вот кто так паркуется, а? Ну, полно ведь мест, а? Ну, простите, пожалуйста, отец машину дал, а там такой руль, ну, вы знаете, толком не вывернишь. Простите, думала, на минуточку, а мне жду смесь надо купить, чтобы ламинат положить. Сейчас! Отсъезжайте! Да, сейчас отъеду. Девушка, дайте лучше я. А? Ну вот зачем вы садитесь за руль, если не умеете? Так что ну? Я не шуту смеси, ламинат и кобетка. Лучше пусть едет ваш муж, сват, брат. Женщине здесь не место. Да у меня и нет никого. Отец болен, я вот думала, ремонт. Давай-давай-давай, потихонечку. Давай-давай. Оп-оп-оп. Да-да-да. Стоп! Вот и все. С парковщиком я договорился. Когда захотите, тогда свою ласточку и заберете. Я вам очень благодарна. Да не за что. Э, ну куда ты засовываешь? Ну подожди. Ну оно же не влезет. Это надо на крышу. Спасибо большое. Опа. Так я вам насчет стяжки позвоню. Я послезавтра здесь буду. Можем вместе съехать. Хорошо, спасибо. Ай! Я прошу вас, я в порядке. Можно я пойду? Тихо-тихо, куда вы пойдете? Вы что? Вы лежите. Мы сейчас вас, скорее всего, в больницу отправим. У вас может быть отек легких. Да какой отек? Я же говорю вам, я вполне в порядке. Игорь Владимирович, 120 на 80. Хорошо. Ирочка, идите на обед, я здесь сам разберусь. Вы знаете, я на самом деле и не тонула. Просто хотела с парнем познакомиться. Ну я это так сразу и понял. Не считайте меня совсем за идиота. Тогда я пойду. Но то, что вы не тонули, не означает, что вы здоровы. Сядьте, пожалуйста. Покажите язык. Что? Язык покажите. А-а-а. А-а-а. Давно у нас проблемы с пищеварением? У меня нет проблем с пищеварением. Я назначаю вам биохимический анализ крови, электрокардиограмму, УЗИ брюшной полости. Когда все это сделаем, займемся вашими сосудами. Мне не нравится, как вы выглядите. Ну куда-то годится. Ну посмотрите, аскеры желтые, мешки под глазами, бледный кожаный покров и дряблые мышцы. Вообще удивительно, как вы дожили до своих. Сколько вам? Тридцать пять? У меня двадцать девять. Я что, выгляжу на тридцать пять? Я так понимаю, что распорядок дня не соблюдаете. Образ жизни, собственно, беспорядочный. Питаетесь чем хотите. Вы, знаете, матушка, вы поберегите себя. Ваши немолодые годы, вот такие вот закидоны, как сейчас были на пляже. Все, ладно, я не хочу это слушать. Тоже мне медицинское светило. Занимайтесь мы лучше своими грязевыми ваннами. Ваннское направление. Возьмите анализы в семь утра натощак. Девушка, вы почему одна скучаете? Можно и составную компанию. И вот она, бледная, изможденная, бежит к пруду, чтобы броситься туда и покончить с этим жалким существом они. И вот она склоняется над черной страшной водой. Господи, чья-то тема. Понимаете? Потрясающе. Вы знаете, мне кажется, вашу книгу раскупят за неделю. Кушайте, кушайте. У меня премия и... Угощаю. Ой, вы видели, у вас пуговичка отрывается. Ничего страшного, это так и было. Ну вы что, снимайте рубашку, не стесняйтесь. Я пришлю, мне несложно. Ну это как-то... Женщины должны ухаживать за мужчинами. Это нормально. Вы удивительная женщина. Да ну... Э, ну мне прям неудобно... Нет, ну что вы, я вас сейчас кофе напою. Как вы в таком состоянии, домой пойдете? Да, мама не одобрит. Знаете, какая у меня мама? Ну, вот сейчас вы мне про нее все расскажете. Осторожно, здесь ступенечка. Раз ступенька, два ступенька. Будет песенка. Вероника! Скажите, пожалуйста, у меня есть мешки под глазами? Да вы что, какие мешки? Вы ослепительные. А на сколько я по-вашему выгляжу? Двадцать два, ну... Двадцать три, максимум. Серьезно? Девушка! Девушка, вам уже лучше? Да, спасибо. Если бы не вы... Мне уже лучше. Уже лучше. Угу. Григорий. Костя. Фанасья, спасибо вам огромное. Даже не знаю, как вас благодарить. Благодарность карман не греет. А, я сразу не поняла. Да я шучу. Вы лучше говорите, куда все это отнести. А, нет, что вы, что вы, я сама, серьезно. Да вижу я, куда вы сама. Тут рота не справится. Дорогу показываете? А, туда, прямо. Вот тут подъезд. А, багажник закройте. Проходите. Проходите. Лиза, ну где ты пропадаешь? Папочка, знакомься. Это Афанасий, самый добрый человек. В нашем городе помог мне. Все, спасибо. Добрый день, Николай Иванович. Афанасий. А это, прости, что? Как что? Мы же собираемся делать в твоей комнате ремонт? Нет, да, собираемся. Папа у меня шахматист. А, шахматист. Е-2, Е-4, помню. А мы тоже. Да нет, я по образованию филолог. Изучала творчество Эсхила, Эврипида. Немного написала диссертацию кандидатскую. Эврипида. Ну, я побежал за остальным. Ну, дочь, ты даешь. Есть! Четверо на крючке, четверо. И это все за два часа. Не уверена, что у Никиты такой темп. Слушай, а что мы будем делать со всеми этими стройматериалами? Ну, так я чеки брала. Буду потихонечку сдавать. Трудоемка, конечно, но оно того стоит. Ты бы ограничилась только обоями, что ли? Не надорвешься? Ну, лучше нет, папочка. Воевать так всерьез. Да, проходит, да? Ага. Ну, вот, я думаю, тут можно бросить. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, как нас выручили. Может, я могу предложить вам кофе? Я кофе не пью. Мне б водички. Сейчас. Так а где ремонт собираетесь делать? Так в этой комнате. Там, да? Да. Ага, спасибо. Так я не понял, вы что, еще ничего не вынесли? Здравствуйте. А когда работники приедут? Так мы сами. Да. Да. Какие работники? Это дорого? Да. Понятно. Здрасте. О, Оля пришла. А вас уже ждут. Мам. Привет. Ну, наконец-то. Садись. Так я тебе вчера недорассказал. Самый-то ужас дальше был после того, как она меня бросила. Она ведь мне с сыном запретила общаться. Ты что? Значит, думаю, другого нашла. И точно. Я за гаражи, а он за мной. Я через забор, а он за мной. Думал, в мусорном баке спрячусь. Но он и там меня достал. Прям в мусорном баке? Прям в мусорном баке. Ведь я аж как думал, что он мой друг в первую очередь. А потом уже начальник. А он? Арматурой и за 500 рублей. Да еще и по ребрам. Там и так у меня псорялось. Не пройдет никак. Да и вообще, у вас дожди постоянно. Вот ты от чего лечишься? Вронхи, правильно? Ну вот. При таком климате я не удивляюсь, что они все здесь задохли. То-то я тебе вчера 6-2 в теннис сделал. А зимой к нам на лыжах кататься. Вероника, вы обещали. Да, да, я помню. А завтра мы учимся плавать. Только осторожно, не очень глубоко. Поберегите ее, пожалуйста. Ну, давайте за здоровье. Давайте. Вот правда не знаю, что доктор скажет. Доктор говорит, что я совсем плохая стала, ребят. Что из меня песок уже сыплется. Мне, наверное, и шампанское тоже нельзя, да? Ну, с вашей печенью я бы вам не рекомендовал. Ой, Денечка. Ну вот, тетя Настя, я же говорил, просохни там на пару дней и никакого пятна не будет. И обои я тебе подклеил. Спасибо, Денечка. Вот. Тетя Настя, ты это, не приставай к девушке, а? Тут ущерба-то на пять копеек. Сколько там клейстер из муки стоит? Батюшки, да что ж это делается-то? Наша Оля совсем с ума сбрендила. То потоп устроила, а то теперь что неделю какие-то алкогольки у нас собираются, а? Пьяниц каких-то за собой водит. Вася, не дыхать. И что теперь делать? Как можно жить в таком грохоте? Спокойно, пап, я все контролирую. Что ты контролируешь? В моей комнате ломают половину стены. Это тоже входило в твои планы? Нет. Это импровизация. Знаешь, что ты мне сказала? Говорит, могу спокойно есть, как представлю, что умная, интеллигентная женщина сама будет стены штормить. Зато у тебя будет новый потолок, новый паркет. О, скорее, новый зять. Брось. Между прочим, это не такая уж и бесплатная помощь. Я ему за чаем прочитала полный курс лекции по культурологии и ведения в литературоведение. А это, между прочим, не дешево стоит, учитывая, что лекции были индивидуальные. Вообще не понимаю, что они делают в этом строительном бизнесе. У него какая-то нездоровая стресс с гуманитарным науком. Лиз, а что это? А где у нас мешки для мусора? Сейчас, сейчас. Не знаю, как вы жили с этой штукатуркой, аж еле держится. Как бы отворилось и по голове. Пешки. Спасибо. Афанасий, может, пообедаешь? Да нет, ну какой обед? Мне на работу еще заехать, хотя бы на часик надо. Сейчас я мусор весь спакую, через полчаса будет машина, и мы его вывезем. Ага, окей. Знаешь, что я тебе скажу? А мне нравится этот Афанасий. Ты к нему присмотрись. Алло. Олег, да, конечно, помню, конечно. Да нет, ну что вы, только еще стяжку делаем. Да, да, с удовольствием. Да, подъеду через два часа. Договорились. Добрый день. Здрасте. Вам помощь не нужна? Да нет, сам успокоится, надеюсь. От него жена ушла, он мне сервис подбил. Угу, логично. Ваш молодой человек? Нет, это, можно сказать, по работе. В общем, это долго объяснять-то неинтересно. Он жалкий такой, ему пойти некуда. Да, в общем, пришел поплакать. Ну, хотите, я пойду скажу, этому жалкому, куда ему пойти. Нет, вам в это вообще вмешиваться не надо. Вы же не участковый. Ну да. Хотя, знаете, дворник, между прочим, тоже должен остановиться. Оля, здрасте. Женя. Сеня. А я к вам. Извините. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто мы так с вами хорошо поладили. Как-то так вот хотелось углубить узы дружбы. Вот, а номер телефона вы не оставили. Тут еще счет нам об юге кончился. Миш, ну что же ты мне ничего не сказал? Лена, а как-то ты секретарша, да, проболталась. Ну, садись, садись. Ага. А ты почитать ничего не принесла? Да, принесла. Вот, смотри, детектив классный. А, я тут еще кое-что принесла. Все диетическое, морковь протертая, суфле из говядины. Да здесь хорошо кормят, Лена. Да я знаю, как хорошо. Так. Послушай, мы взрослые люди. Мы обо всем с тобой договорились. Я своего решения не изменю. Не трать на меня время. Я не перспективный. Да ты что? Ты что думаешь, я тебе этим суфле окольцевать пытаюсь? Ну, вы мужики, да эти. А, да, вот, компот домашний. Пошла. Слушай, а ведь тебе за сорок, да? Да, пятый десяток уже. А вот смотри, лежишь тут, и никто даже почитать не принесет. Никогда не задумывался, почему. Что, может, сегодня придем ко мне? Ой, я сегодня не могу, извини. А когда ты сможешь? Ну, знаешь, мне вообще-то кажется, что ты торопишься. Послушай, погоди. Может, ты просто мрачешь мне голову, а? Ты же сама со мной познакомилась. Уже несколько дней меня просто с ума освободишь. Я тебя не понимаю, отчего мы ждем? Может, ты обед дала какой-нибудь? А ты свадьбы не дала. Даже если и так, и что? Это шутка, да? Да какие уж тут шутки. Скажи, а вот мужчины, как раньше, которые, когда влюбляли, делали в женщине предложение, они что, вымерли все, что ли? Ты же помнишь, как Ваня Каренина и Левин делали какие-то предложения? Я, если честно, не читал. Ой, извините, мне с вами скучно. В смысле, и как? Скучно. Да. Здравствуйте, доктор. О, Лондская, очень хорошо, что вы зашли. Я получил ваши анализы. Ну что, печенью надо заниматься. Все остальное не так плохо, как я думал. Хотя, вы знаете, гемоглобин надо поднимать. Да бог с ним, с гемоглобином. Я сюда не за этим пришла. А зачем? Ну, я подумала, может быть, вы меня вылечите? Я вас слушаю. Что у вас болит? Душа. Ну, вы знаете, душевно больная, немножко не мой профиль. Ну, вы же доктор. Знаете людей. И, может быть, вы мне объясните, почему не так скучно? Скучно? Не последнюю роль в этом играет нехватка йода в организме. Хотите прогуляться со мной сегодня по набережной? Зачем? Ну, за десять лет вы первый мужчина, который у меня так отвечает. Скажите, а вы делали когда-нибудь женщине предложение? Какое? Муки и сердце, конечно. Я не понимаю, к чему висит разговор? Пожалуйста, ответьте, мне это очень важно. Делали. Делал? И она? Отказала? То есть, вы не боялись делать предложение, не зная наперед, что вам ответят? Боялся? Наверное. Не помню, давно это было. А я не помню, когда меня мужчина уже удивлял в последний раз. Вы меня просто удивили. Вот скажите мне, как лучше, синица в руке или стая журавлей в небе? Вы думаете, количеством можно что-то решить? Стави поймать еще сложнее, чем одного. Да, я тоже так думаю. Тем более, синица меня вполне устраивает и что-то мне подсказывает, что остальным не удастся поймать и синицу. Вы говорите загадками. А? А, да нет, это я о своем, не обращайте внимания. Вообще, знаете, хочется так плюнуть на все. И хоть раз в жизни делать то, что тебе хочется на самом деле. Кстати, это очень хорошо, что я оказалась здесь, потому что я как-то по-другому начинаю смотреть на свою жизнь. И вам скучно со мной. Ладно, я молчу. Нет, нет, напротив, очень интересно. Да ладно, интересно. А я знаю, что мужчины меня не слушают, они на меня просто смотрят. Картина. Любуются, и никому не интересно, что у меня внутри. Вам выдыхает печень моя интересная, гемоглобин. Странно. Вы жалуетесь на то, что у вас видят только внешность, а сами во мне рассмотрели только белый халат. Забавный. А у вас бывает в выходные? Крайне редко. Ну, завтра как раз именно такой день. Ну, так давайте поедем на экскурсию на остров. И после этого Афина как-то не взлюбила Париса, а вместе с ним и всех троянцев. Женское самолюбие, какие последствия. А ведь это именно Афина посоветовала подарить им троянского коня. Конечно, все помнят про Одиссея. Ну, а кто посоветовал? Кто? Разумеется, женщина. И в этом мифе много, правда. Афанасья, а тебе это действительно интересно? Да? Ну, это же история. Вот. Я ведь раньше как жил? Думал, что живу нормально. Ну вот, ну нормально. А теперь прихожу после разговоров с тобой. Вот, домой. И ты понимаешь, все как-то скучно. Ну, ты прекрати, ну что ты такое говоришь? У тебя ведь интересная работа, друзья. И вообще, ты всего добился сам. Как же скучно. А какая там работа? Лиза, Лизочка, ты пойми, я когда просыпаюсь утром, я помню все, что ты мне рассказывала вчера. Вот, слово в слово, да. И начинаю обсуждать это с тобой, спорить. Ну, здесь, в голове. Вот. Или увижу что-то интересное. И думаю, дай Лизе расскажу. Ну, посмотрю, что она ответит. Что я скажу. Ну, вот как это все объяснить? Да я не знаю. А я, кажется, знаю. Нет, ты не подумай. Ничего, я понимаю, ты женщина интеллигентная. Но просто... Ой. Кажется, я забыла про чайник. Честно, ну, вот такая вот. Ну, своими глазами видел. Ну, вот как тебя с чем? Ну, такая не опасная, такая... Даже палец не отпустит. И, скорее всего, это была не акула, а просто большая селедка. Вероника, а как насчет завтра? Завтра, разве не та, извини. Ну, привет, дорогая. Вот ты где. Ты что тут делаешь? Что я здесь делаю? Да. Это понятно. Я приехал с тобой. Гораздо интереснее, что ты здесь делаешь. Ну, что ж, таким образом, джентльмены, она вас просто использовала. Можно я возьму? Я тоже хочу. Спасибо. Ну, что ж, Вероника у нас девушка чистолюбивая, поэтому на нее не стоит обижаться. Она просто хочет победить в конкурсе. И вы условия этого конкурса. Ну, что ж, теперь все ясно. Дорогая, извини, пожалуйста, что я испортил тебе игру. Просто о чем был на авансе, что ты заиграешься. Я тебе не дорогу. Друзья мои, давайте поговорим откровенно, да? Я, конечно, не была пай девочкой, я это признаю. Ну, и вы, честно говоря, благородные рыцари, так себе. Ну, что говорить, мы все немного просчитались. Вам нужны женщины для необременительного романа. Тут уж, извините, я пас. А мне нужны мужчины, которые возьмут меня замуж. Таких среди вас нет. Подожди, я же готовлю. Да не нужен ты мне. Даже в качестве трофея ты мне не нужен. Да, я проиграла. Отличный тост. Потому что побед в моей жизни было предостаточно, а вот проигрыш что-то новенькое. Ура! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да нечего ей прощать! У нас же не было ничего! Да при чем тут это? Наверное не просто так она его из дома выгнала, да? Были причины! А тут конечно он бедненький, его пожалеть надо! Нет, за то я во всем виновата! Пахомова? Пушненко? Михаил Михайлович? Девочки, мне вас сам Бог послал! Вы на машине? Да! Да. По хуму, давай раздевайся. Ой. Так, девочки, просто гуляем, гуляем. Шпион, да? Ага. А это что за монстр? Это папина Волга. А что, не по статусу? Могу выдать проездной на пять поездок. Тут рядышком остановка общественного транспорта. Нет, меня все устраивает. Мне побыстрее нужно попасть домой. А, слушайте, я тогда лучше на автобусе поеду. Мне надо Ваську покормить. Какого Ваську? Кота. Ну ладно, давай. Выздоравливайте. Ну как? Запрись, не открывай никому. Хорошо, пока. Ты уж извини за такой своеобразный побег. Ты мне очень выручаешься. Слушайте, за Машки престарелого школьника. Зачем ты все? Взял и ушел под подписку. Никто тебя в больнице насильно не держит. Ага. Расскажи. Там такие женщины, просто ужас. Маргарет Эрчард по сравнению с ней, просто Аленушка. Они меня вмиг скрутили и даже пикнуть не успели. Я сегодня утром заикнулся и об отписке. Так она на меня так зыкнула, что страшно. Как ты еще умудряешься журналом руководить? Слушай, Элина, я теперь знаю, как на тебя зыкнуть, чтобы ты мне наконец зарплату повысил. О, Афанасий. Тебя, наверное, ждут, да? Поверишь, что так. Вероника, доброе утро. Точнее, день уже. Что, голова болит? Нет. Вспомнила, что пропустила кое-что важное. Процедура, что ли? Да нет. Ладно, придется свою вину заглаживать. Знаешь, как бы мне хотелось, чтобы ты передо мной провинилась и заглаживала свою вину. Знаешь, не самая приличная фантазия. А что, мы с тобой без пяти минут женаты. Можем позволить себе? Ребята, спасибо вам большое. Ну, честно, девять предложений за один вечер. Я даже представить себе такого не могла. Ой, я думаю, в редакции это произведет впечатление. Деньги за кольца я вам всем верну. Да ну. Да никаких «но». Всем ребятам тоже сказала об этом. А кольца сдам в магазин. Конечно, после того, как продемонстрирую холину. Ну, что еще? Тебе могут звонить. Ты должен будешь подтвердить, что я твоя невеста. Ну, что еще? По-моему, все. Больше от тебя ничего не требуется. Ну, конечно, честной такой победы не назовешь. А почему не назовешь? Да послушай, каждый из нас готов на тебе жениться. Прямо сейчас. Это я тебе точно говорю. Неправда. Я вас всех спрашивала, и никто не хотел. Да. Если по-серьезному, конечно, никто не захочет. Кому нужна эта тягомотина? А так, ради эксперимента? Да, прикольно. Я бы согласился. Послушай, а выходи за меня, а? Нет уж, спасибо. Жениться на мне ради эксперимента не надо. Жалко. Прага? Да было дело. Что, надо уходить? А? Говорю, надо бежать. Да нет, это ерунда. Слушайте, я, наверное, ее не дождусь. Уже три раза звонил, трубку не берет. Дела, наверное. Слушай, Афоня, ну-ка, бросай-то вот это расставлять. Давай-ка с тобой партиечку сгоняем. Что, самим гроссмейстером? А что, я тоже елыком шит. Оля, ну как там ваш летчик? А, сказали, двойной перелом, гипс накладывают. А вы чего не остались? Так, за ним жена приехала. Мне лучше подальше держаться. Я ей так накуролесила. Вы представляете, она почему-то думает, что она с Романом или что-то такое. В общем, так на меня смотрела. Да, непонятный в вашей жизни. Да, я сама уже ничего не понимаю. Спасибо вам, что ручку починили. Это что, входит в обязанности дворника? Ну, как у вас в городе, а? Входит в обязанности. Ведь каждый день дверь открываете. Неудобно без ручки. А тут делов-то. Хорошие вы. Ну, я пойду. Родные стены, а? Какое счастье. Ну что, может, по кофейку? Это с язвы-то? Да ей плевать. Я ей две недели жизни своего отдал. Вообще, Данан, ты права. Кофе-то не надо. Ну, у меня наливочка есть, очень вкусная. Помогает при язве. Очень. Торопишься, да, Данан? Боишься, что не дождуксу? Да как раз наоборот. Боюсь, что дождутся. Ну, ладно. Давай свой кофе. Настойку сам. Я за рулем. Ну, да хорошо. Заодно и поговорим. Тебе мат, дворовый чемпион. Теряю былую легкость. Извините. Афанасий, а как вы относитесь к допингу? Чего? Ну, в смысле, снять напряжение. Ну, я даже не знаю. Прага. Фляга. Чего смотришь? Неси из кухни рюмки. Как я устала, ты себе не представляешь. Как мать умерла, так началось. Что началось? Война. С кем? Да со всеми. С ЖЭКом, с поликлиникой, социальной службой. Знаешь, как мы выживали? Я тогда в школе училась, в выпускном классе, так вместо того, чтобы к экзаменам готовиться, я отца по поликлиникам вожу, справки выбиваю, чтобы эту чертову инвалидность оформить, чтобы было на что перловки купить. А потом эту перловку приготовить надо, потому что отец, видите ли, не в форме, у него депрессия. А потом еще и накормить, потому что аппетит у него пропал. Только вот на водку почему-то остался. Как я тогда поступила, не представляю. Кстати, война с приемной комиссией тоже была. Так, где у тебя овсянка? А вот она, вот она, вот она яичка. Слушай, да ладно, брось, я сам все приготовлю. Знаю, как ты приготовишь. Бутерброды свои есть будешь. А еще с кем? Что? Ну, война с врачами, профессорами, а еще с кем? С отцом. Потому что он сдался. Он не хочет операцию, он не хочет таблетки, не хочет ремонт в комнате, ничего не хочет. Бриться по утрам отказывается. Ну, может, не нужно? Нужно. Нужно бороться. Нельзя быть слабым. Слабые не могут быть счастливыми. А ты, значит, счастливая. Да нет. В этом-то и засада. Так ведь я и не сильная. Была б сильной, пришла бы сейчас к Афанасию и сказала, Афанасий, простите, я вас обманывала. Вы мое редакционное задание. Ух ты, молодец, Афанасия. Хороший мужик, кстати. Ну, раз хороший мужик, так, бери его, выходи за него замуж. По-моему, все женщины хотят выйти замуж. Ты тоже не исключение. Хотя ты умнее многих. Глянь, ты такой смешной, но ты тоже умнее других. После моего отца ты вообще самый умный мужчина из тех, кого я знаю. И что, это освобождает тебя от биологических законов? Нет. Ты хочешь того же, чего и остальные. Признаю. Хочу. Ну, так и я тоже. Ничего в этом такого нет. Даже предпринимала в этом направлении несколько попыток. Да-да-да, я помню, был какой-то Вадим. Был какой-то Вадим, был какой-то Сергей. И даже какой-то Джон. По-моему, вот это просто роковая женщина. Да как оказалось, нет. Никто из них меня не любил, вообще. Да и я тоже. Совсем. Так что хватит надеяться, обманывать себя, других. Афанасия. И Афанасия тоже. Тем более, хороший мужик. Так, ты что ты на меня так смотришь? Отмони меня. Я не очень хороший мужик. Ты что, брось? Жалко меня стало? Не надо меня жалеть. Я еще, еще повоюю. Ильин, ты чего? Так, Ильин, это в тебе настойка говорит. Лучше бы ты кофе выпил. Честное слово. Ну, ты меня лучше. У тебя очень красивые глаза, Пахомова. Ты знала об этом. Ты бросьте приемчики. Они на меня не действуют. Ты хочешь сказать, на тебя не действуют? На логические законы? Да. Здрасте. Ланская, если вы за направлением, то запишитесь у медсестры. Да нет, я не за направлением, я к вам. Если вы ко мне на прием, то запишитесь у медсестры. Ой, Ирка, кстати, вас там искали в коридоре? Кто? Ну, я не знаю, какой ты очень красивый молодой человек. Игорь Владимирович, можно я на пять минут? Так. Я виновата. Ну, вообще-то, в кодексе поведения красивой женщины назначить свидание не прийти, это нормально. Спасибо, буду знать. Ну, правда. Я это, например, сто раз так делала. А стыдно мне впервые. Ну, чем я могу загладить свою вину? О, не стоит. Мне даже страшно представить, как будет выглядеть это заглаживание в кодексе красивой женщины. Вы, кстати, правильно боитесь. Потому что я на завтра сказала, полный пакет физиопроцедур. Как это у вас там называется? Шесть часов здоровья? Прекрасный пакет. Мой коллега Иван Троевич Окунев с удовольствием вам его проведет. Знаете, нет. Ваш коллега Окунев как раз на завтра взял отгул. Я взнавала. Я попрошу его, он перенесет отгул. А я его уже попросила, чтобы он этого не делал. И он согласился. Хорошо. Тогда я попрошу Ирину. Она прекрасный профессионал. Она с удовольствием проведет вам все процедуры. Медсестра? Да. Она прекрасный профессионал. Ну уж не этот, Игорь Владимирович. Знаете ли, ваш этот пакет процедур стоит таких денег, что я хотела бы, чтобы вы лично провели это все. Тем более, что у меня завтра день рождения. День рождения? Да. Я хотела бы себе такой подарок. Да, действительно, день рождения. А вы думали, что я вру? Да, я думаю, что вы всегда врете. А вы знаете, что самое смешное? Что я никогда не вру. Почти. Это, наверное, потому, что вам плевать на чувства других людей. Вам и по жизни руководит слово «хочу». Ну вот, знаете, такая простая очень комбинация, одноходовочка. Я хочу, и все подстраиваются. Но для того, чтобы врать, нужны более серьезные схемы и серьезная мотивация. Скажите, вам всегда все сходит с рук? Всегда. И никто никогда не пытался сбить с вас песен? Удивительно. Ну вот об этом мы с вами завтра и поговорим. Вы согласны? У меня есть выбор. Я не хочу. Нет, у вас выбора нет. Вам трудно отказать. Почти невозможно. Ну все, до встречи. А она не понимает. Вот, вот вы скажите, вот что ей надо? Вы же отец. Вот скажите мне, что нужно? Я ведь человек положительный. Да? Ну за мной, как за каменной стеной. О, а хотите, я вам в ванной плитку переложу. Или потолки вон сделать. Вы только скажите. Да. Я, если нужно, все брошу. Что бросите? Все брошу. Афанасий, вам, наверное, уже пора. Только как вы пойдете? Давайте я такси вызову. Нет, 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 не надо. Да. Я сам. Спасибо. Ты красивая. Афанасий, я тобой постоянно любовался. Ты похожа на эльфа. Мы дураки. Нам теперь будет трудно работать вместе. Знаешь, вот о работе сейчас, я думаю, в самую последнюю очередь. А зря. Ладно. Мы с тобой взрослые люди. Просто забудем обо всем. И все будет так, как раньше. Ну, ждутки. Ты джентльмен. Я оценила. Нет, я не джентльмен. Я просто тебя люблю. Так, это что за новости? К этим новостям года три, наверное. Да прекрасней, хорошо. Не, ну правда, правда. Где-то, наверное, года три, четыре. Ты не замечала? А что, я должна была заметить? Вот я всегда знал, что так называемая умная женщина намного глупее среднестатистической бабы, которая сразу бы поняла, что нравится мужчине. Так, Лин, все. Кажется, что ты что-то выдумывал. Все, мне пора. Лиз, ты куда? Опять на войну? А ну-ка, постель. Ну-ка. Война – это не женское дело. Давай. Не команду. Чего ты раскомандовался? Ну, а может быть, я всю жизнь мечтал, как я буду тобой командовать. Не, ну Лиз, ну правда, ну ты куда? Ну тогда я пойду с тобой. Да ты же не думай. Все, Лин, наш маленький роман в прошлом. Пока, конечно, это недалекое прошлое, но с каждым днем все будет дальше и дальше. Да не смотри на меня так. Все со мной будет нормально. Мои проблемы останутся моими проблемами. Ну, все, отдыхай. Ты сегодня из больницы сбежал, помнишь? Да, и кашу съешь. Не забудь. Оля! Оля, открой! Оля, открой дверь и вышибу. Оля, ну, ты же одна меня жалела. Оля! Хорошо. Ну, не хочешь замуж за меня? Не надо, я понимаю, кто ты, а кто я, но... Оля! Оля, ну, куда мне теперь идти, а? Некуда идти! Я есть хочу! Кота и того голодного накормят! Кто Сеню покормит? Оля! Ой, уменька! Ой, радостный! Я знал! Я... Афанасьев уже ушел? Ушел. А почему ты не отвечал на его звонки? У меня было головокружительное, любовное приключение. В данном случае это не повод, чтобы не отвечать на звонки. Да? Да. А что повод? Кома? Зачем ты морочишь ему голову? Он тебя тут ждал три часа. Это просто непорядочно. Ну, а в чем я виноват, па? Я ему ничего не обещала, я его не соблазняла, ему не 16 лет. Почему я вечно должна за всех отвечать? Наверное, потому что у него к тебе какие-то чувства, судя по всему. Я не отвечаю за его чувства. Мне бы со своими разобраться. Мама, подруга, ну ты даешь. Чего? Знаем мы таких. Денег нету. Сеня найдет. Ну, черт. Сказал же, что отдам, значит отдам. Просил же. По-человечески. Понимать надо. Всего лишь на неделю. Через неделю друган приедет и отдам. Ну, куда ты их засунула, а? Ну, чего? У тебя сейчас действительно что ли нету, а? Неужели этого реально нету, а? Я женщину не бью, но и ты будь человеком. Куда мне теперь деваться? Сейчас, тихо, скажешь, куда положила деньги. Нету меня, тихо. Оля! Оля, у вас все в порядке? Денис, у меня все нормально. Все в порядке. Сеня! Сеня, осторожно! Тихо, что он с тобой сделал? Ничего, все хорошо. Где он? В окно прыгал. Денис, не надо, он не взял ничего. Ушел. Ну, ничего, я его найду. А у тебя случайно нету фотографии? Спасибо, Денис, не надо его искать. Я сама виновата. А это навряд ли. Тихо, 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 тихо. Тебе нужно просто полежать. Ты что, врач? Работал одно время ветеринарем. Ты сегодняшнее дело. Нет, кажется. Я не хочу. Понятно. Денис, прости. Я хочу побыть одна. Да? Прости. Денис. Тетя Настя, не беспокойся. Иди домой. А ты? Что здесь было-то? Где Ольга? Тихо, тихо, ничего не было. Ольга отдыхает. Иди, тетя Настя, не шуми. А ты? Ты когда домой? Ну, ты видишь, дверь выпита. Ну, куда теперь пойду? Буду охранять. Да как ты выбил, я не понимаю. Ну, я выбил. Ты? Да. А зачем? Все, тетя Настя, очень много вопросов. Давай, до завтра, до завтра, до завтра. Погоди, ты главное ее спроси, когда она деньги-то за ремонт отдавать собирается. Спрашивай, спрашивай. Давай, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброе утро, Игорь Малинович. Я надеюсь, вы хорошо спали. Ну что, вы готовы? Пойдемте. А с ним рождение. Не волнуйтесь, я вас обязательно поздравлю. У меня даже подарок для вас припасен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Привет, дорогая. Лин, что ты делаешь? Да вот подумал, отвезти мою леди на нормальном транспорте к междуочередного сражения. Спасибо, конечно, что у меня свой есть. Да ладно, Лиз, ну я тебя отвезу и все. Ты чего? Слушай, ну мы же обо всем договорились, да? Да о чем мы договорились? Давайте отвезу, Лиз. Спасибо. Ильин, значит? Да, Ильин. А, вы Афанасий, да? Да, Афанасий я. Ну, очень приятно. А мне вот не очень, понимаешь? Мне не очень. Молодой человек, вам помощь нужна? Скорую вызвать? Не надо, ни в коем случае. Здрасте. Здрасте. Я смотрю, у Оля опять в гости? Молодой человек, а вам не кажется, что вам пора домой? Нет, мне кажется, под работу еще на целый день, полки повесить и всякое такое. Вы проходите, не стесняйтесь. Ну, спасибо. Пожалуйста. Оля! Оль? А что случилось? Оль. Не плачь. Успокойся. Оля. Так, ну, что случилось? А? Слезки вытрем, да? Пойдем умоемся и все мне расскажешь. Где ты этого-то откопала? Дворник с рыцарскими замашками. А ты у нас коллекционируешь просто уникальные кадры. Лиза, ну чего, я шучу. Глупенькая ты моя. Ну, я же по-доброму хотела. Я в них видела людей. Ну, как же можно так? Как верить после этого? Как жить мне, а? Поздравляю тебя. Теперь ты понимаешь то, чему лично меня жизнь научила в 16 лет. Лиза, ты не обижайся, но... Мне просто всегда казалось, что ты слишком жесткая. Я так не хочу. Лиз, я тебя очень люблю. Но я вот так жить не хочу. Живи иначе. Вон как весело. Ну, ты не обижайся. Я же не об этом. Ну, вот, например, с Никой. Вы пять лет дружите, а ты... Ну, зачем ты так? Понимаешь, мне надо выиграть этот чертов конкурс. Мне деньги нужны. Позарез. Отцу уже зараз 60-е. Если сейчас не прооперировать, то потом может быть просто поздно. Да, конечно, я насобирала часть денег, но этого мало. Надо в три раза больше. Слушай, получу премию и рискну. Даже если не поможет, буду знать, что сделала все, что было в моих силах. Лиз. И потом, чтобы хорошо подраться, нужен подзавод. Чтобы драйв был. Чтобы не жалко ее было. На войне, как на войне. Понимаешь? Вот выиграем и помиримся. Обязательно. А потом она, правда, нос задирает. И ей полезно. Поэтому самому носу немножечко получить. Вообще-то я по ней соскучилась. У нее, между прочим, сегодня день рождения. А она там совсем одна. Что-то мне подсказывает, что она не одна. С днем рождения. Да, веселая вышла затея с этими кольцами. Ой, не говори, Лизка. Извините, простите, он уже десятый раз, наверное, звонит. Или звонит, я пойду. Да, спасибо. Папа. Да. Что, случилось? Я выезжаю. Так, я сейчас буду. Выезжаю, да. Что? Вам, может, помочь чем-нибудь? Нет, спасибо. Лучше побудьте с Олей. Не надо, со мной уже все нормально. Надо, надо. Мало ли кто еще нарисуется, побудьте, ладно? Да не волнуйтесь, не нарисуется. Наташ? Игорь Владимирович, кто-нибудь есть вообще? Где он? В комнате. Врача вызывали. Лиз, все нормально. Все, ну правда, все хорошо. Мне уже не больно. Ты извини, что без приглашения. Меня он, Николай Иванович пригласил. А я с Аванасием познакомился. Он, может, друг с твоим. Ну, что, нормальный мужик оказался. Не надо понять. Вера Михайловна, вы не могли бы к нам зайти? Нет, с отцом все в порядке. С нашему гостю плохо стало. Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, не смогу вас дождаться. Да, но он мальчик взрослый, сам все объяснит. Лиз, ну не надо драматизировать. Ну правда, ну, подрались два мужика из-за любимой женщины. Здрасте. Афанасия, пожалуйста. Да не важно, кто именно, надо с ним поговорить. А, вы жена? Еще интереснее. Так, диктуйте ваш адрес. Адрес, говорю, немедленно, иначе я получу его в полиции. Денис, а вам не надо на работу или еще куда-нибудь? Вы просто весь день сегодня со мной провозились. Нет, у меня сегодня последний свободный день. Завтра выхожу на официальную работу. Здорово. А куда? Ну, конюшню устроился. Вы что, конюх? Ну, можно и так сказать. Буду ухаживать за лошадьми, ну, детишек покатать там. Ну, это на первое время, а там посмотрим. Я в городе не очень осмотрелся пока. Ну вот, вроде готово. Все. Спасибо. Пойдемте гулять. Гулять? Ну, просто так не хочется здесь сегодня оставаться. Развеяться хочется. Афоня. Афоня, не надо. У тебя же заказ. Тебе завтра на работу. Уйди, Светлана. Уйди. По-хорошему прошу. И детей уведи. Нечего им на это смотреть. Нормально же. Нормально жили. Ты же год не пил. Афоня. Хорошая ты баба у меня, Светка. Год не пил. Еще год не буду. Это пройдет. Только сейчас прошу, уйди. Горькая мне, понимаешь? Горькая. Ну, что у тебя стряслось? Влюбился ты, что ли? Что у вас, баба? Только одно на уме. Влюбился. Я, может, жизнь другую увидел, понимаешь? Другую. Да какую другую-то? И зачем нам другая? Милый, ты ложись, полежи, хорошо? Давай, милый. Ой, я сейчас, я быстро открою. Кого там принесла? Ой, ой, сейчас. Сейчас, сейчас. Здрасте. Здрасте. А вы к Афанасию? Он спит. Спит, значит. Ну, не будем его будить. Вот. Передайте ему. Это за ремонт. И скажите, что больше приходить не надо. Всего хорошего. Спасибо, девушка. Афанасия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Денечка, ты куда? Тетя Настя, не волнуйся, иди спать Ничего не понимаю, тебе же завтра рано вставать, спать пора, когда вернешься? Тетя Настя, я может сегодня вообще не вернусь, если сильно повезет Ну что, Настасья Петровна, отпустила тебя? Отпустила, благословила, она на самом деле добрая? Да я знаю, ты голодный? Давай я ужин приготовлю? Нет, 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 стой, 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 я тебя умоляю, давай не будем ужинать, я совершенно не голодный Сейчас заварим чай, будем сидеть, разговаривать, я все-все хочу о тебе узнать Думаешь, я прям такая интересная? Ты с ума сойти какая интересная? Да, хорошо, Иван Арнольдович, я буду через минуту Добрый день, Иван Арнольдович Добрый день, что это у тебя? Заявление Ладно, об этом потом, садись Вероника Викторовна рассказала мне о ваших подвигах, Игорь Владимирович Замечательно, я на это рассчитывал Ну, что сказать, молодец Я старался День рождения надолго запомнится, да, Вероника Викторовна? Не то слово, умирать буду, вспомню Так вы говорите, СПА-процедуры хорошие Ой, супер, знаете, я как будто бы шелковая А самое главное, полное умиротворение Приятно слышать, да, Игорь Владимирович, приятно, когда пациенты довольны Иван Арнольдович, вы директор санатории, я ваш подчиненный Подпишите заявление, я же не оправдываюсь Да что ты ко мне со своими заявлениями? Опять-нибудь по поводу нового ОВЧ? Вот госпожа Ланская хочет написать о нас статью В средствах массовой информации Прославить, так сказать, труд скромных эскулапу Чего хочет госпожа Ланская? Ну, вам же Иван Арнольдович только что все объяснил Я хочу написать статью о вашей работе Я журналист, женский журнал «Эксэксэс» Я не знаю, может быть, вы слышали о таком? Это же наша аудитория, к нам полстраны приедет Вы, Игорь Владимирович, окажите Веронике Викторовне полное содействие Полное, что бы она ни попросила Да ну, на самом деле, мне ничего не нужно, я так скромно понаблюдаю Да ну что? Зачем вы будете наблюдать? За вами, за вашей работой В смысле, она что, вы будете наблюдать? Да Нет Нет Что это за новости? Вероника Викторовна, вы не обращайте внимания, у него характер Ну, зато врач от бога, вы все решили Сегодня же приступайте, вам будет оказано полное содействие Отдыхайте, не волнуйтесь и спасибо вам! И вам спасибо Да Я думаю, до встречи До встречи До встречи Я готова Как вы сюда вошли? Кто вам дал ключ? Молодой человек, на вашей охране А вы не представляете, Игорь Владимирович, чего можно добиться только одна улыбка? А вы какой помрачный сегодня Чего вы добиваетесь? После того, что произошло, я надеялся с вашей стороны на более изощренную месть Находиться вот здесь и действовать мне на нервы Это какой-то несерьезный план А где ваша мельсестра, кстати? У нее сегодня выходной А? Тем лучше Все-таки Лиза везучий, а мужик Вот под ребро получил, и то к счастью Если бы я был бы здоров, ты же со мной не поехал бы на дачу, а? А там у меня красота, воздух Да мне твой воздух дар мне нужен Полдня на тебя потеряю Ну вот, здрасте, приехали Какие полдня? Мы там с тобой на неделю заборемся Я в офис позвоню и скажу, что я буду, так сказать, на удаленном то, что как Вера Михайловна сказала, строжайшая диета Вот я тебе ее обеспечу и уеду Отсыпаться у меня, Ирина, бессонница страшная В пять утра только засыпаю Голова как чугунная Так что вечером я домой Так а уж будь добра, разогревай то, что я тебе наготовлю Не будь свиньей У вас там рынок есть? Надо заехать Копачков купим, я отвар тебе сделаю Никуда заезжать не надо, все уже куплено Держи Ирина, ты что, ряхнулся? Тебе этого категорически нельзя А я категорически не собирался Я же не одень эту, правильно? Все, 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 давай отдыхай Расслабляйся и наслаждайся воздухом Дыши Только Спасибо Ой, у вас ручка упала Ой, у вас вода разлилась Вы знаете, вот у вас мышление на уровне детского сада Правда? Правда Доктор, можно? Можно, можно, можно Закройте дверь Агафонов, садись сюда и закройте дверь Ой, а день только начинается Ну давай, показывай Что тут и где Курятину доставай Буду суфлей тебе делать Блендер есть? Никуда твоя курятина не убежит Все, отдыхай, расслабляйся И в ноги посиди на солнышке погрейся Да? Да Ну раз ты все организуешь Приготовь мне кофе, пожалуйста Слушаюсь Моя госпожа Агафон Солнышко Через Солнышко Продолжение следует... 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 Так, интересно. И что, поняла? Не знаю, может быть. Давай поужинаем вместе. Ты иди поужинай. Я... У меня просто нет аппетита. Я хочу побыть одному. КОНЕЦ Здорово, сосед! Тихо-тихо, Степанович. Заходи. А чего шепотом-то? А че врать-то? А ты че теперь на плоту с бидончиком ходишь? Что ж, получается, хана теперь рыбалке. Ну, получается, что хана. Ой. Да что ж такое? Будет он сегодня или нет? С вами все в порядке? Да, спасибо. Ой, я, наверное, лучше пешком. Да. Доброе утро, Игорь Владимирович. Доброе утро. Ирочка, опять выходная? Да слава Богу, нет. А вы что, боитесь оставаться со мной наедине? Да, опасаюсь. Это что? Это кофе пейте. Отравленный? Конечно. У меня же мышление на уровне детского сада. Поэтому максимум, что я могла туда подмешать. А он слабительный. Да пейте, пейте. Ильин? Ильин! Ильин, ты где? Ты где? Доброе утро, хозяйка! Здрасте. А где же Миша? Не знаю. Наверное, скоро вернется. Угу. Отлично. А я могу зайти? Пожалуйста. А вы, простите, кем ему приходитесь? М? Да я, собственно… А почему вас это интересует? А я вам сейчас расскажу, почему меня это интересует. Ну, какие планы на сегодня? Стрельба из рогатки или поджог? Ну, война, план покажет. На самом деле, я хотел попросить у вас прощения. Да что вы! Ну, да. Если уже говорить насчет детского сада, то я первый начал. Это было отвратительно с моей стороны. Честно, я прошу у вас прощения. Ну, и потом вы мне тоже отплатили. Я надеюсь, мы прощайте. Игорь Владимирович, там Лебедева рожает. Ой. Скорую вызывали? Вызывала, но они, по-моему, не успеют. Они оба нам не за стремительного рода. Я вообще не понимаю, как с такой историей. Надо же планировать, о чем-то так-то думать, но в самом деле… Ну, что вы паникуете? Что вы паникуете? Я боюсь. Если я не ошибаюсь, у Лебедевой тридцать девятая неделя. Ну, это же нормально. Это просто замечательно. Так не успеют в роддом-то. Ну, и что? А мы зачем? Время лучше, чем в роддоме. Как мы? Вы что, как мы? Не-не-не. Окунев уехал, как на слу. А Золотова предупредила, что она опаздывает. Она же лучше вместе с страной. Ирика, дышите глубже. И вспоминайте мать чести. Дышите, дышите. Вот так. Спасибо большое. Я знаю, как делать хорошо. Вы где-то, доктор, да? Сейчас, 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 сейчас. Я, наверное, сама пойду. Не-не-не, вам надо лежать. Вон он уже идет, идет. А мой доктор… Анна Николаевна, я смотрю, у нас здесь все хорошо. Ага. Поднимаю. Вот. И так. А что у нас-то старшая знает, что сестренка сегодня родилась? Нет. Нет, сюрприз будет, да? Нет. Ну, понятно. Вера, двести пятую готовьте, чтоб там все было. Ага, да-да-да, конечно. Вероника Викторовна, пойдемте со мной, пожалуйста, ладно? А то я, когда волнуюсь, у меня в голове кружится. Пойдемте. Игорь, подождите, он что, сам будет принимать роды? Ну, да, сам. Ну, вы не волнуйтесь, Игорь Владимирович, он все умеет, понимаете? Я с ним ничего не боюсь. Может, скорая все-таки успеет? Да где она успеет? Она к нам час целая едет. Ну, пойдемте. Ну, куда она успеет? Ну, пойдемте. Так. А что случилось? Ничего. Я на автобус. Так что произошло? Расскажи. Соседка твоя заходила. Пообщались. Ага. Понятно. Лиз, ну то, что было до позавчерашнего дня, все это в прошлом. И не иметь никакого отношения к тому, что есть сейчас. Я так не думаю. Ну, почему? Люди не меняются, Элина. Знаешь, Пахома, все говорят, ты умная, а ты на самом деле бум-бум. Все, разговор окончен. Ну, хорошо. На, возьми. Это я тебе собирал. Я так понимаю, что даже подвезти тебя к остановке не могу, да? Всего хорошего. Давай, давай, иди. На автобус опоздаешь. Доктор, вы не волнуйтесь, мне не больно совсем. Ну, вы же молодец у меня. Вы знаете, что вы у меня самая любимая пациентка? Молодая, красивая, смелая. Я вам выпишу благодарность официальную. Мне и так медаль дадут за такое дело. Только нам надо немножечко постараться. Так, давайте дышим, 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 потом пополтаем. Что там? Я, я не знаю. Вроде все хорошо. А вот. Подожди. Идите сюда. Идите сюда. Осторожно. Ирина, там все готово? Да, да, да. Все, 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 все готово. Ага. Что с чем? Спасибо. Ирина, не паникуйте. Попросите Веронику в ее сторону, она вам поможет. Да, да, да. У нас тут все хорошо. Все замечательно просто. Все хорошо. Вероника Викторовна, подержите, пожалуйста. А я пока тут вот так вот. Вот маленькую, маленькую обманываю выручку под голову. Ну ладно. Привет. С днем рождения. Спасибо вам, доктор. Я зашла. Как назвать-то планируете? Хотели Вероникой. Вероника? Прекрасно. Тихо, Вероника. Так, ну и кто тут рожает? Ну, значит, ты оцениваешь восемь-девять ламбда. Да, да. Я тебе там все написал. Значит, кровопотеря в пределах нормы, разрывов не было. Спасибо. Сейчас. Выпей сегодня за это дело. Ты же знаешь, я не пью. Ну, тут повод есть. Разрешите. Разрешите. Мне уже доложили. Иван Юрьевич, поздравляю. Подарок от нашего санатория. Спасибо. Доктор, а зачем в больницу? Может, я здесь останусь? Да, пожалуйста, я не возражаю. Так, мамочки, лежите. Лежите и отдыхайте. Если все будет нормально, через два-три дня вас выпишут. Ну что, поехали? Поехали, да? Только аккуратно. Аккуратно. Ну, молодец. Нет слов. Не знаю, что сказать. Умница. А? Ну, что, Вероника Викторовна, есть у нас материал для статьи? Есть. Какие у нас прекрасные специалисты. Молодец. Ира, ну ты. Идем, моя хорошая. Идем. Я тебя чем-то угощу. Идем. Идем. Что-то невероятное, конечно. Как будто бы я родилась. Как вы не боялись? Ну как? Я не знаю. Вы вообще что ничего не боитесь? Нет. Почему? Я боюсь, но только потом, когда уже могу себе это позволить. Вот у меня сейчас, смотрите, руки начинают дрожать. Ой, ой, ой. Мне сейчас очень хочется тебя поцеловать. Да. Хватительное совпадение мне тоже. Зmasкар bushes. Хватительное совпадение мне тоже. Ну, нет. Фальский ордарий. monitors морщ falar. НО вор глаз хрустнойedo. Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Настасья Петровна, давайте я вам селедки положу под шубой Как-то мне это неожиданно Я прям растерялась Ты поздравишь нас? А как же свадьба-то? У нас есть прекрасный ресторан «Фантазия» называется Только платить надо заранее Да, деньги у меня есть Отложены Так что мы с Томочкой организуем все как положено Теперь платье Платье? Боже мой, ну как снег на глазу Тетя Настя, ну все, я прошу тебя Ну не придумай Ну не нужны нам никакие рестораны Мы соберемся, позовем маму Вот ты Олиных подружек И все, Оля все приготовит А платье она не хочет Да, правда не хочу Ой, курица, курица Нет, нет, сиди, сиди, я сам Это что-то вы придумали? Что это за свадьба такая? Без платья Это что же мы с Томочкой всю жизнь ждали Для того, чтобы у тебя на кухне посидеть, а? Нет, допущу Настасья Петровна, ну зачем столько денег тратить? Это же просто формальность Ну какая разница с платьем или без платья? Это же не главное А что главное? Вот скажи мне, что главное? Денис, главное Я его люблю Очень Вы не смотрите, что у нас так все быстро Вы знаете, у меня ощущение, что я его всю жизнь знаю И всегда его ждала Ну если так Главное, чтобы он был счастлив Я очень постараюсь Настасья Петровна, вот увидите, я буду хорошей женой, правда Настасья Петровна, я вам денег должна Вы извините, что я тяну Я обязательно Еще чего Ты, родной тетке, будешь какие-то долги возвращать? Выдумала Да и выслухать там все Значит так Дети мои дорогие Может я эту квартиру решила вам с деньей оставить И будет у вас два этажа Да, так что не морочите мне голову Свадьба нужна не для вас, молодых А для нас, для старух Так что мы с Томочкой организуем все, как положено Ну что, наливайте мне вашего шампанского Да, да А я тоже хочу сказать Да, да Да, да А я тоже хочу сказать Расстаемся с иллюзиями И с надеждой на премию Будем зарабатывать честно И долго Наконец-то я услышал что-то взрослое Я только не понял Насчет молодого человека с язвой Ему тоже от ворот по ворот Я пошла в тебя Я старый холостяк Ну, за нас Надо перепрятать Алло Что случилось? Да не плачь, говорю Нормально Нормально скажи Не понимаю Где ты? Где? Так, сиди на месте, я еду Ну вот, проспала Доброе утро Ты можешь валяться в кровати хоть целый день А хочешь завтрак в постели? Нет Я сама хотела приготовить тебе завтрак Да, и бутерброду на работу Вот только не надо меня опекать Я вообще-то люблю готовить сам Да Ну все-то и завтрак, и я побежал Лиза Лерик, прости, что к тебе, но у них как раз мама с дачи вернулась У меня отец У меня отец А лишний Привет А лишний раз просы намечен Нам нужен от их покой и теплый душ Проходите Ну, черт в этот душ, мне нужен кофе Так-то че такое? Опять? Нет, это совсем другое Это я тебе потом объясню Мне 30 лет, я влюбилась в первый раз в жизни Когда мы, одноклассницы, рыдали в школьном туалете И делали татуировки с именами своих мальчиков Я думала, ничего, Ника, ничего Все нормально, у тебя все впереди Тво время еще не пришло А потом, когда все начали бегать по ЗАГСам Жениться и разводиться Вот тут я уже забеспокоилась Время идет, ничего не происходит Да мне лучше книжку почитать И то интереснее Чем на любом свидании Скучно мне с этими мужчинами, скучно Я уже с этим смирилась, ладно На пороге четвертый десяток ужас Но план ясен Мне нужен самый адекватный Состоятельный и беспроблемный Я выхожу замуж, рожаю детей Скучно мне не будет Потому что у меня есть его, я ведь правда? Ну какого черта тогда Меня угораздило влюбиться по уши В самого неадекватного, в нищего И с отвратительным характером Чтобы потом еще услышать Хоть я не хочу тебя видеть Ника, не может быть Мне скажи что-нибудь Слушай, я за тебя рада Что? Ты слышишь вообще, что я говорю? Я тебе говорю, что он Меня выгнал И сказал, что больше никогда Не хочет меня видеть Слушай, он не хочет тебя видеть Тебе не плевать Поздравляю, ты ждала этого сто лет Ничего я не ждала Слушай, ну Я не хотела тебя видеть Ну послушай Слушай, ну Ни один нормальный мужчина И даже ненормальный Никогда тебя не отпустит Слышишь? Я просто не могу понять Почему он так со мной поступил Не знаю Почему я так поступил Ну почему? Ну что ты понимаешь Наверняка Кто-то сказал ему, что Ты стоишь над ним эксперимент Я, я сама ему рассказала Ну я сказала, что эксперимент закончен Что он к нему не имеет никакого отношения А он закончен? Ну конечно А ты вот это все ему показала, да? Ну да Я же говорила, все просутки дуры Самые настоящие Лиза У меня СМС от него Чего там? Значит, звонить Анатолию Сергеевичу С понедельника Ничего не понимаю Да, я посмотрю Так, с понедельника звонить Да, он наверное Точно какой-то ку-ку Просто перепутал, что Я поняла Никакой он не ку-ку Это по поводу тебя В смысле? Вернее, по поводу твоего папы Я Мы разговаривали с ним об этом И Игорь сказал, что у него есть хороший друг Очень хороший хирург Который твоего папу посмотрит Так Анатолий Сергеевич Первая городская Так это ж Удалов Это к нему очередь За полгода вперед И стоит он как ракетный комплекс Он сказал, что за операцию денег не возьмет Если только за материалы И вообще может паковать и получится Здорово Лиза Звони сама, не морочи мне голову Дай мне побыть в своем горе Ник, кофе возьми Подожди Подожди, подожди А дай мне телефон Подожди Дай мне телефон, может там в конце СМС мне что-нибудь написал Может мне имя написать? Да? Написать? Спасибо Нет, лучше может быть Ну как будто я очень занята Алло Анатолий Сергеевич Доброе утро Это Елизавета Пахомова Мне совершенно спасибо Прости меня, пожалуйста Прости Да и ты меня прости Лиза 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 Давайте когда не слушайте Да, обещайте Я обещаю А, на кого, Игорь Владимирович? Не обманул ведь Во, на тринадцатой странице Должна сказать Что врачи санатория Ласточка Знают свое дело А, видал? Знают свое дело Я почувствовала себя Как будто заново родилась А, заново родился Вот оно как Я и теперь дышу полной грудью И радуюсь каждому дню Ну разве что сердце Немного болит Ну сердце Это уже Не по нашему профилю Сердечно-сосудистыми Алые паруса занимаются Вот И фотография Второго корпуса А? Я поздравляю Ну Замечательная женщина Но правда Про физиопроцедуру Почти ничего Ну да ладно Все-таки Реклама На Почитай Чего хочет мужчина? В первые жизни Я этого Не понимаю Зато я знаю Чего хочу сама Чтобы он просто Был со мной Что же касается Конкурса Я проиграла Единственный мужчина Который мне нужен Не только не сделал Мне предложение Но и попросил больше Никогда не показываться Им на глаза Давай еще кружочек Только не помогай Смотри Ты видишь? А? Пап Что? Может хватит на сегодня? Нет У меня проснулся Суворовский дух Я хочу тренироваться И где твой дух Был последние 15 лет? Последние 15 лет Мне было только хуже А теперь мне с каждым Днем все лучше и лучше А еще последние 15 лет Я боялся Что моя Лизка Наделает делу И выскочит замуж А вот теперь Я хочу Чтоб ты вышла замуж И нарожала Маленьких шахматистов Что? Знаешь почему Я победил На чемпионате В Фраге? Ну? Почему? Я в тот день Играл как никогда Больше в жизни Потому что В этот день Родилась ты Давайте выпьем За Самый наш Удачный номер Давайте На складе Распечатали последнюю пачку Номер Разлетелся буквально За неделю Вот это я понимаю Успех Но Я предлагаю Выпить не за это У нас есть гораздо Более интересная причина Да, Олечка? Михаил Михайлович Ну зачем вы меня смущаете? Ну что смущаться? Дорогие коллеги На следующей неделе Оля берет отпуск И едет Куда? По Золотому кольцу И едет Свадебное путешествие Вау! Оля! Поздравляем! Спасибо! Спасибо! Оленька Да А что же это тогда значит? Что ты пишешь? Я поняла одну важную вещь Мужчина может любить женщину Мужчина может любить пирожки с капустой Но эти вещи никак не связаны В этом эксперименте я проиграл Это как понимать? Вот так и понимать Настоящая любовь не имеет отношения Ни к конкурсам, ни к экспериментам Ни к всякой ерунде И кстати Денису совершенно все равно как я готовлю Ну знаю, знаю Мне твои пирожки всегда нравятся А это Денис готовил Да А я честно говоря был уверен Веронике Викторовне Спасибо Удивительно Ни одного поклонника за два месяца Признайтесь, Вероника Вы просто лентяничали Ну раз уж так произошло Быть может У меня появился шанс А? Вряд ли Глупо все это как-то Такой спор затеяли А на выходе что имеем? У всех по нулям Вместо центральной статьи Чего хотят мужчины Имеем три статьи о том, чего мужчины не хотят А по-моему все очень грандиозно Основные три женских стереотипа оказались провальными Мы развенчиваем мифы Ибо мужчины оказались намного сложнее Чем вы привыкли нас считать Перевелись мужики-то А кстати Михаил Михайлович Мы же совсем забыли про ваш конвертик Да Что у нас там? Ну-ка Прошу Лиза Ооо Еще одна проигравшая Привет Спасибо Минучки, внимание Внимание Мнение главного редактора По вопросу Чего же собственно хотят мужчины? Готовы? Свободы Свободы Ну что же Давайте выпьем За свободу За свободу За свободу За свободу За свободу За свободу Свободу Так ты значит Выбираешь свободу Я пожалуй что-нибудь съем Да То есть перемен Мне кажется ребятка у нас удалось Оболенько А у меня появился выбор А если я тебе скажу что да? Ну тогда я скажу Что выбираю тебя Давайте А ты не пожалеешь? Даже если я пожалею Я все равно Выбираю тебя Слушай, ну зачем тебе это надо? Я не самая молодая Я самая красивая И у меня скверный характер И как оказалось Я довольно глупая Именно такая мне и нужна Именно такая мне и нужна Не вернусь не вернусь Не вернусь А вы правильно пришли. Это вот там. Спасибо. Не за что. Был очень рад познакомиться. Я тоже. Здрасьте, Игорь Владимирович. Здрасьте. Ты выйдешь за меня? А у меня есть выбор? Нет. Здрасьте, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Здрасьте, Игорь Владимирович.